Выборы президента России – важнейшее для страны событие. В Карачаево-Черкесии на участках для голосования постарались создать комфортные условия для всех категорий населения. Сегодня наш корреспондент Артур Мхце посетил в Черкеский участок, куда в дни выборов придут люди с инвалидностью по зрению. Жительница региональной столицы Валентина Петровна – частый посетитель этой специализированной библиотеки. Но сегодня особый случай. Людям с инвалидностью по зрению должны рассказать о созданных для голосования на выборах президента России условиях. Тем более, что многие из читателей этого учреждения непременно придут на избирательный участок. Я приду с сопровождающим, потому что я не владею чтением Брайля. Но вы придете непременно. Почему? Непременно приду, потому что это наш гражданский долг. Болею за свою страну, за свою Россию. Впрочем, на встречу с представителем участковой избирательной комиссии пришли и те, кто в совершенстве владеет чтением по системе Брайля. Им детально рассказали о процедуре голосования. У нас тайное голосование. Вы пройдете в специально отведенное место кабинку. В кабинке вас будет ждать вот такой трафарет. На трафарете, значит, на первом листе у нас идет, написано все, написано шрифтом Брайля. То есть рельефно-точечный шрифт. Информация на трафарете идентична той, что значится в бюллетене. Избирательный бюллетень для голосования на выборах президента Российской Федерации 17 марта 2024 года. А тем временем сам избирательный участок в здании регионального отделения Всероссийского общества слепых готов к приему людей. На стендах представлена информация о кандидатах и процедуре голосования. Тех же, кто придет на участок в первый раз, либо с детьми, а также горожан от 80 лет, ожидают приятные сюрпризы. Артур Махце, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево, Черкисия.